Приветствую вас. Вы знаете, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете вопрос к психологу, то есть вы описали ситуацию, вы описали свою проблему, вы описали то, что вас волнует и беспокоит, но вы не задали вопрос. Исходя из этого, не совсем понятно, чем конкретно, что вы хотите от нас. То есть в помощи в чем вы хотите, какой у вас запрос. Понимаете, можно много говорить о том, что вы недооцениваете себя, можно много говорить о том, что вы, к примеру, не слышите своих чувств, да, можно много говорить о том, что вы находитесь в отрыве от своих чувств, что вы, вот вы не знаете чего хотите именно потому, что вы как раз таки и находитесь в отрыве от своих ощущений, вы не слышите себя, не слышите того, что вам нужно. И обесцениваете в некотором смысле слово это. Об этом всё можно очень много говорить. По сути, я знаю, сейчас прозвучит, так, достаточно, может быть, жёстко по отношению к вам, но по факту вы просто пожаловались нам, вот то, что вы сделали, это просто пожаловались нам и всё. Но вы же сами понимаете, что от того, что вы пожаловались нам, допустим, ничего не изменится совершенно. Вот, поэтому мне думается, ну, мне думается так, что было бы здорово, если бы вы сформулировали вот именно то, что вы хотите. В первую очередь, от нас. И уже потом, да, уже после этого можно было бы о чём-то говорить. Я не думаю, что у вас вот кризис среднего возраста, как сказали мои коллеги, я, ну, одна из коллег, по крайней мере, я думаю, что то, что с вами происходит сейчас, это, так сказать, кульминация. Это кульминация того, что с вами происходило. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация, она именно такая, на мой взгляд. И мне кажется, что хорошим решением для вас могло бы послужить, например, отказ от такой позиции, какая у вас сейчас, позиция без малого жертвы. И взятие на себя ответственности, ответственности именно за то, что с вами происходит. Понимаете? Вот мне видится такая история. Мне видится, ну, так, таким, мне видится момент ваш. То, что вы пытаетесь нам, допустим, сказать, то, что вы хотите нам сказать. Ну, вы пытаетесь сказать, что вы не знаете, на что вы хотите, вы не знаете, что ваше. Вы не понимаете, что вам, собственно говоря, нужно. Я отдаю себе отчет в этом, в том, что вы действительно не знаете. Но, можно узнать, на самом деле. Если у вас есть желание, то можно узнать, что с вами произошло, и можно вам помочь. То есть, я не думаю, что это что-то такое сложно. Прямо. Ну, да, для этого, конечно, требуется приложить определенные усилия. Но, безусловно. Но, это вопрос к вам. Хотите ли вы работать над собой или нет? Вот. Вы говорите, что боитесь ответственности? Вот. А, вы знаете, я прекрасно вас понимаю. Я прекрасно понимаю, почему вы боитесь ответственности? Вам сложно нести ответственность за себя, а тут еще надо за кого-то нести ответственность. Вот. Я прекрасно понимаю вас. Но я также понимаю и то, что вы несчастны. Я понимаю, что вам не очень хорошо. И мы можем вам помочь в этом. Если вы нам позволите. Ну, вот и вся история, собственно говоря. Поэтому, вы подумайте для себя, какой у вас запрос к психологу. И потом уже можно будет о чем-то говорить. Да, вы стесняетесь. Да, вы не принимаете себя, собственно, таким вот, какой вы есть. Да. Это все верно. С этим, я думаю, спорить не имеет смысла с этим спорить. Это так. Ну, все корректируется. Так или иначе. Вот. Вопрос заключается в том, чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, мы поможем. Если вы хотите, собственно, жаловаться. Да. Да. Если вы считаете, что, там, к примеру, все плохо, да. Если вы считаете, что ваша жизнь ужасна, то это тоже можно принять. Если вы так считаете. То есть, у вас есть противоречия, как мне кажется. И вот это противоречие, оно очень сильно, то есть оно, вот это противоречие, оно вам мешает. Вот. Но не позволяет вам раскрыть себя. Да. Возможно, вы хотите, хотите, хотите быть один. Да. Вот. Возможно, это и все. Но напряжение, которое вы испытываете, да, вот именно напряжение, которое вы испытываете, оно связано как раз таки, как раз таки с тем, что вам нужно для себя разрешить определенное противоречие. Вот. Вот. Давайте. Давайте его разрешим. Давайте поможем вам его разрешить. И все. Ну, да, это займет какое-то время, да, это, это безусловно потребует каких-то затрат от вас. Да, все верно, но если по-другому, по-другому вы пытались и у вас не получилось, мне кажется, тогда пора обратиться за помощью. Вот. Вы говорите, что много времени тратите на то, чтобы, ну, чтобы измениться. Как вы говорите, что, вот, хотите, как хотите измениться. То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Она же, эта цель, ведь должна быть, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить. И давайте попробуем с вами понять, что вы хотите. Что вы хотите, что вам нужно. Вот. По исследованию данный аспект. И я уверен, что мы обязательно найдем решение о вашей проблеме в этом целом. Давайте немножко я посчитаю то, что вы написали. Итак, мне 43 года. Проблема в доме с юностью была очень стеснительна в данном неверном себе. Друзей никогда не было и нет. А почему никогда не было и нет друзей? Да? Потому что, вероятно, нет своих интересов у вас. Если бы были свои интересы, то ситуация была бы лучше. Но вы не знаете, что вам интересно. Вы этого не нашли. Вероятно. Вероятно. Ну. До сих пор. Может быть, плохо искали. Может быть, не хотели искать. Мне кажется, что... Скорее просто не знаете. Прямо и друзей нет. У вас. Что касается работы, это очень важная часть вашего повествования. Как касается работы, то тут момент такой, что это опять же связано с тем, что вам по факту не было интересно то, что вы делаете. Вот. И работу вы выбрали вероятно такую, чтобы просто жить и просто, чтобы было на что жить. вот. Я могу ошибаться, конечно. Но мне кажется, что так. В этом нет ничего прямо уж такого плохого. Но... Но вы не удовлетворены. Это очевидно. так что здесь тоже нужно исследовать, да? Что вам, опять же, нужно, что вам, опять же, интересно, и так далее. Дальше. Все из-за неуверенности и постоянное напряжение. Никакого удовольствия, не жениться на работу. Так. В выходные не знаю, куда себя деть, чем заняться. В постоянном самоедстве и напряжении. А вот источник, источник вашего самоедства, да, источник, он в чем? Вот именно источник, источник, в чем самоедство. То есть, ну, вы же, если вы себя идите, значит, вы себя за что-то обвиняете. Если вы себя за что-то обвиняете, значит, чего-то вы хотите. Хотя бы, хотя бы для себя. Так вот, давайте попробуем этот момент раскрыть в том, в том числе. Вот. Я думаю, что именно самоедство вашего вам и нужно начинать. Вот. Я так думаю. Потому что именно именно с него начинаются ваши чувства. Вот. Ну, мне так кажется. по крайней мере. Вот. Это то, что я могу вам сказать. На данный момент. На этом все. я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи!